Друзья, едем смотреть опять автобус. Его сняли с учета. Налево и вот он, видишь, беленький стоит. Так вот, сейчас поедем, сделан диагностику, если все нормально, за две с половиной мы будем его забирать. Единственная проблема, это не маленький ли он, может надо побольшего размера. Вроде бы с правой стороны чуть стойко стучит на ямку. То есть, значит, на это обращаем внимание и зажигание, да? Ну здесь, видишь, уже насчет кнопочки заводка. Дымочек этот, это столярка правильно распыляет? Нет, это столярка тоже кнопка, но это должно быть кнопка. Ага. Вон этот, вон шланг. Насос, который вначале качает, ну, подачу на насос, как бы, механический, то есть, если он, вот об что-то он терся и протерся. Маслица это, получается, под крышки, да? Клапаны, скорее всего. Такое ощущение, что с клапанной крышкой, либо вот с этого сапунами, что это? Нет, это все соляркой заливает. Да? Ну, все залито, я же говорю, соляркой сильно лоняет, залито соляркой, поэтому эта грязь вся, она такая набухшая. Ну, тут мотор не мыл же никто, потому что он стоит так, его как-то нужно мыть. А как такой мотор моет вообще, если, блин, здесь салон? Нет, ну, в общем-то и дело, что вымыть его. Ну, или не включается. Сам работает ли насос, да? Да, то есть, или на насос, или трусились, и сам как-то. То есть... О, ничего себе. Покажи, я тут покажу. Небольшой, небольшой. То есть, смотрю, чтоб кардан не был разбит в шлицевой. То есть, такие определенные болезни, я смотрю. То есть, как бы, дозатор тормозов задних родной еще как-то. Люфтик, ну, такой, чуть больше обычного. Ну, сама это как-то нормально. Эти, креставинная часть не разбита особо. Пак уже китайский стоит. Ну что, други мои? Оп! О, наше новое жилище. Ха-ха! Мы купили бус за две с половиной тысячи долларов, друзья. У него перевернутая коробка, у него назад первая передача. И гидроиселитель не работает, подождите. О, погнала тачечка. Нормально. У него только что-то... Я со светом не понимаю. Пока что работает у него дальний. У него вот эта кулиса плохо работает. Дворники работают. А вот свет не понимаю. Какой должен быть? Это моргать. Это выключить свет. А, так у него, наверное, ближний не работает. По диагностике сказали, нормальная машина. Сделаем звукоизоляцию. Поменяем вот этот руль нам более симпатичный. И будем ездить. Улучшим. Рама целая, живая. Но это не точно. Тут по стойке вопрос. Да и нормально все. А подсветочка-то не работает. Зато смотрите. Раз. Оп. Проводочка уже проведена. Фары как-то хреново светит. Сейчас мы его красавчика помоем. Что я взял? Красота. Ух. Как же без вонючки. Сейчас зальем солярочку. Ну как он? Нормально. Смотрите. Даже уровень датчик топлива показал. Сейчас залил 20 литров. Мне чувак подарил. Все. Погнали. Хоть по трассе прокатимся. Главная проблема – это звукоизоляция. 90 бежит. Как у нас в Беларуси, наверное, называют. Так что 90 едем. Даже вон. Смотрите. Сейчас соточку. Правда ладно. На сборке это. Соточку можно разогнать его. Это еще при этом, что у него мост стоит не скоростной. Нормально работает. Сделать звукоизоляцию, чтобы ничего не доребезжало, и все будет отлично. Пары, конечно, говнецо. Надо что-нибудь придумывать. Руль бы поменьше поставил бы еще. Кто такой уже здоровый? Смотрите, какой свет. Ну, дальность большего. Принимаем. Наша теперь машина. Да что тебе эта камера? Вот такая наша тачка. Кстати, я что-то думал, что у меня гараж высокий. И раз-два. Ну да, надеюсь, она поднялась, но это бы не решила. Здесь, кстати, еще доливаться будет. Но хорошо, у меня участок большой. То есть можно машину и так, и так крутить, ставить. Но придется делать на улице. Еще вариант. Это, например, машину как-то наискосок ставить. Когда больше будет места. Наша эпопея с машины уже началась, друзья. Сейчас мы немножко подкорректируем дворники. Говно. Надо их поменять, купить. Так, поэтому сейчас поедем. Купим. Видите, он как заламывается. Поэтому надо сейчас немножко загнуть. Дворник вытащить с пазиков, поставить. Поменять, купить дворники. И поедем в диагностику, сделаем полные машины. Уже у слесаря, который, через которую купим все запчасти. А уже менять все будем делать сами, чтобы уметь разбирать машину в случае поломки ее где-нибудь в другой стране. Ну, лучше. Лучше. Еще бы, наверное, чуть-чуть подвинуть и было бы гораздо лучше. Рассаучик мой беленький. Новые дворнички. Что-то они только разноразмерные, но мне кажется, что это кто-то лоханулся. Но я поставил, поставлю побольше. Проверяем. Оп. Не понял. А, это изнутри у меня. Упс. Смотри, как хорошо. Что-то вот руль гуляет. Рулевую рейку надо смотреть. Потому что очень большой свободный ход. Может, просто поджать ее надо. Ну и, конечно, шумный он. У-у-у. Это прикольно. Такой раз и поехал в Европу. А кто-то спросит. Ну, к тебе же не пусть на нем. Да, Европе без разницы. А был. Был. Внешний вид хорошей машины. Нет тресктового лобового стекла, как у меня. Вот это надо как-то воткрыть. Немножко машину так покачивает. Такое целовидие. Может, или шварнял с правой стороны. Или все же колесо не стоит. Ну, это не лучше. Это сделано. Кстати, начал искать передние 14 колеса через цешки. Реально это дефицит. Так что придется отверевать машину на 15-ю резину. Ну и, соответственно, буквально 15 диск может и все взять. Его прямо качает. Он такой вообще оп-оп-оп. Что-то вот с правой стороны. Вот видите, как его... Он аж ныряет внутрь. Думаю, там есть проблемы какие-то. Может, помедленнее ехать надо? Потом можно подушки поставить, и он будет уже как легковушка. Это не дешево, но зато будет комфортнее ехать. Пока это такая погремушка. Вы слышите, да? Там двери немножко обкурчат. Надо их по-другому будет сделать. Но их все равно переворачивать будет. Так. Силища. Сейчас едем к моему племяннику в сервис. Так что, если, друзья, кому-то в Могилеве нужен хороший качественный автослесар, то милости просим, дешите я вам скину контакт. Добрались мы на сервис. Смотрите, тут раз, уже у кого-то поршня выпала. Что-то все делают, копаются. Куда-то мы сюда будем загонять наш аппарат. Там даже камеры для покраски. Перед тем, как загнать, надо что-то выгнать. Мастерская у Шурика. Так, нас контролируют. Ямочки, это всегда такая сцикотная тема. Что-то точно сключит. Мне кажется, такое ощущение, что как будто стойка вывалилась уже. Или какой-то болт открутил сегодня. На грунт хорошо подлечить, где надо. Будем лечить его. Здесь еще более-менее. Ну да, с той стороны есть дырка. Морда еще трещины пошли, но не разошлась до конца. Ага. Это значит, надо будет подваривать, да? Ну, по-хорошему. Ее разобрать, переварить? Угу. Окей. Рессоры на месте. Они как будто, смотри, погнутые. Это вот так должно быть? Ну, у них немножко возраст уже. Передняя рессора с прогибом. То есть ее усиливали, а они обычно только листовые идут. Ясно. Ну, вот тут выкрутки. Что-то да еще. Что-то у тебя там вентиляция днища. Наверно. Это для звукоизоляции, чтобы я чувствовал. Ну, как бы, такие места, вопрос, насколько ты его ешь. Рама пошла вздуваться. То есть, в идеале, если ты хочешь, чтобы он, ну, долго ездил, то надо выбивать и хотя бы усиливать вот эти куски, пока она не разошлась дальше. Все ясно. Вот эти вот места. Лапики ставить, типа, да? Как минимум надо усилить. То есть, получается, здесь надо вот лапик доварить. Да, хотя бы хоть как-то усиливать, чтобы потом не шли. Ну, это все вот надо по-хорошему зачистить. Ну, я скажу, хотя бы изначально силовые элементы, такие, где уже конкретная глюля пошла, хотя бы поубирать. Тормоза переделывать сто процентов. Ну, при экстренном торможении, но все трубки вести, да. Ага, ясно. Вот, колодки задние еще неплохие. Но он не очень хочет катиться. То есть, ручник зажимается, но катится. Ну, надо проверять. Ну, колодки сами по себе хорошие. Может, на три механизма. Ну, они вон везде дреналидерные. Ну, знаешь, еще технику делали. Ну, да. Здесь вещица трубку менять. Тоже выбирать. Ну, именно под отбойниками. Ага. Ну, так все, в принципе, неплохо. Даже шланг неплохой этой трубки. А, ну, вон, замерзшие уже под рессорой. Вообще, скоро протрется. Вон, видишь, выскочила. То есть, вот эта хрень. Тормозная. А, тормозная. Вот, и она прямо под рессорой. Все ясно. А они тоже жесткие, да? Надо просто покупать трубки эти? Нет. Медную метражом покупаю. Я сам ее переделываю. Ага, ясно. Ну, она у тебя есть. Да? Сейчас надо еще держу. Ремонт пердонных валов. Смотри рекламу, как четко делаю. Ха-ха-ха-ха. Ну? Подвесна тоже уже, да? Вон, живой еще? Нет, подвесна хорошая. И резинки прорезаны. Все как надо. Люди со знанием дела. Там же новые ставишь, резинки не приезжаешь, вибрация начинается. Ха-ха-ха. Подушки вот, что-то там, двигатель. Кажется, еще колбасика немножко. Ага. Так, ее надо поменять, да? А здесь? Или это, скорее всего, оттуда? Это отсюда и будет. Но мотор, с одной стороны, хорошо было бы... Сейчас мы вот на сальных коленвала задние. То, что здесь масло собирается. Ну, просто я насказанную, в Европе, если на стоянке будешь стоять на паркинге и увидят масло, то... Да, да, да. А гидроусилитель не работает? Что-то прорвал или шланг, или что-то... Что-то где-то вытекает. Это, кстати, моторное масло. Вот это охлаждение моторного масла. А гидроусилитель, шланг, хотя... Вон, что-то с редуктором переделывали. Вон, видишь в самом? Угу. То есть там надо эту трубку как-то... А, ну да, она кончено сделана. И она, возможно, воздушит здесь. Угу. Из-за этого, ну... Ну, да, и вытек. Ну, что-то зацепечит. Не редуктор ли? Хорош, Сань. Вот что это за стук? Легонечко давай. Ну-ка, еще сильнее. Подшипник ступичный. Ну-ка, круто не? Ха, колеса восьмерки. Ха-ха-ха-ха. Хорошо. Ну что? Механик Шурик сказал, все отлично, бус наш живой. Жить будет. А это главное. Есть парами, что подварить надо сделать. Но это мелочи, это мы решим. Сейчас надо покупать запчасти, заказывать, привозить. И будем делать. Я доволен. У нас довольно бодренький автомобиль. Доделаем, сделаем. И все будет окей. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok